Готовы к волшебству? Да. Хорошо. На счет три готовы? Раз, давайте вместе. Раз, два, три. Химия – увлекательный волшебный мир. Толпа юных экспериментаторов все-таки дождалась момента, когда проведение химического опыта получилось. Все благодаря наставнику-профессионалу, который заложил ребятам теоретические основы познавательной науки. Я хотела себя попробовать в роли химика, потому что, ну, прикольно, по-моему. Я увидела, типа, как делается лавовая лампа, как ее активировать, как сделать в домашних условиях. Но это далеко не единственная зона активности, которая вызывала интерес и пользовалась популярностью на семейном фестивале профессии «Единорог». Кабинет врача всегда вызывает боязнь и страх у маленьких ребятишек. Но не в этот раз. Сегодня дети – настоящие медики, главная задача которых – оказать помощь и поставить на ноги пострадавшего. Казалось бы, после таких навыков давнишняя мечта стать хирургом только подтвердилась. Юная Мария Тарновская рассказывает, профессия доктора важная, но очень ответственная. Особенно не понравилась профессия врача. Я узнала много нового. Что если болеть рука, то нужно ее прочувствовать. И если она сломана, то нужно наложить шину, обвязать бинтом и отправить в больницу. В данном семейном фестивале мы принимаем первый раз участие. Но сколько он уже продолжается, ни одной минутки не пожалели, что мы здесь присутствуем. Кабинет врача пользуется успехом. Дети заходят, потому что им интересны не только теоретические какие-то вопросы. В основном детки приходят как пациенты, а сегодня они стали врачами. Они научились бинтовать голову, бинтовать ручку, горлышко у друг друга смотреть, выписать талончик на прием к врачу, заполнить бланк рецепта, выписать какой-то лекарственный препарат. Археолог и визажист, маляр и юрист, волонтер и пчеловод, столяр и моряк, гончар и художник. 30 образовательно-развлекательных станций, более 70 профессий. Все это включал масштабный семейный фестиваль, в котором было задействовано порядка 150 специалистов, не только из нашего города. Организаторы отмечают, здесь каждый ребенок без исключения мог найти занятие по душе. Всего было подано около 2000 заявок на участие в мероприятии. Это мероприятие не только развлекательное, но и образовательное. Мы долго думали о том, что есть профориентация для старшего поколения и совсем ничего нет для малышей. И поэтому мы решили сделать такой праздник. Я думаю, что для города Бреста очень важно проводить образовательные фестивали для детей, где дети смогут попробовать новое и узнать о разных профессиях. Радостный смех и море безграничного счастья. Время за увлекательными занятиями в прямом смысле пролетало. А любопытство, смелость и заинтересованность со стороны детей только приветствовалось. Скучать здесь точно не было когда. Кругом неизведанные места. Фестиваль устроен в форме настоящего детского города. У нас есть улица Книжная, художественная площадь, площадь искусств, гончарная мастерская, улица Зеленая, где работают экологические зоны, улица Медийная для ТВ и видеооператоров, улица Красивая, где дети могут освоить профессию мастер по маникюру, визажист, парфюмер, фотомодель, супермодель. И в конце улицы их ожидает фотограф. Любой труд должен быть оценен и оплачен. И тут все предусмотрено. За свою работу дети получили игровую зарплату, которую могли потратить на фестиваль в магазине игрушек. Теперь и родители точно могут спать спокойно. База по всем трудовым деятельностям получена, опытом закреплена. С финансами тоже все в порядке. Дело за детьми. Выбрать одну, ту самую профессию, которая будет радовать всю жизнь. Организаторы отмечают, они полны энтузиазма и в следующем году планируют провести новый фестиваль.